Друзья, я в Чистополе, это примерно 120 километров от Казани, на берегу Камы, старинный город. Этот пленэр организовал союз художников Татарстана, куда меня любезно пригласили. Здесь хорошая команда, и я буду делать каждый день какие-то новые обзоры, все, что мы здесь будем делать, писать, я буду вас знакомить с ребятами, с художниками, которые приехали из разных городов, будет очень интересно. Сегодня первый день заезда, мы уже успели порисовать шаржи, пока завтракали друг на друга с Бато. Под наш прицел попали первые участники пленэра. Это очень хорошее, веселое начало. Мы уже пошутили, посмеялись вдоволь, отведали чудо грузинской кухни в ресторане Перасмани и приехали в Чистополь. Покажи профиль. Без фанатизма. Без фанатизма. Мы тебе вообще шаржи делали или вообще ничего? Нет, я все же кусочек делала. Я все кусочек делала. Очень уютный старинный городок. По первому ощущению, вот писал бы здесь и писал. Ну, а пока пара вопросов, на которые я отвечу. ЕС ЕС АБХС, такой ник, спрашивает, можно ли прожить, прокормиться только за плоды творчества, пусть живописью. Ну, почему же не можно ЕС ЕС АБХС? Если такая задача стоит, ее надо просто выполнять методично, мне кажется, размещать свои работы на ресурсах, различных интернет-ресурсах. Этси, Саачи, Артфайндер, российская платформа, Артнау. И вперед можно зарабатывать. Главное, чтобы были конкурентноспособные работы. Это очень сильная конкуренция среди художников, поэтому не так-то все просто. А коли существует конкуренция, значит, первая и главная задача быть наверху, быть вне конкуренции, писать хорошо. Вот какая задача. Я ставлю такую задачу. Главное, чтобы мне нравилось. Главное, чтобы то, что я делаю, не было мне за это стыдно. Искренняя, качественная работа всегда найдет покупатель. Я в этом убежден. Дело художника сложное. Нужно много скарба с собой возить. Везде ездить в погоде за новыми впечатлениями, за новыми этюдами, картинами. Участие в выставках – дело недешевое. Но ты вкладываешь в себя. Как-то к Клоду Мане пришел один человек и сказал, что я хочу быть художником. Клод Мане спросил у него, а деньги у тебя есть? То есть намекая на то, что это огромные расходы. И, возможно, ты будешь писать в стол. И не один год в стол. То есть никому ты не будешь интересен. К этому надо быть готовым. И в этом, наверное, заключается смысл, что ты живешь ради искусства. Ты учишься, учишься. И для тебя главная цель, главное ощущение, что я не могу это не написать. Я хочу это написать. И я хочу это написать так, как никто. Суть в живописи, как мне представляется, именно в этом. Чтобы написать, чтобы вложить в произведение свою душу, в каждое самое маленькое. И если она вложена, плюс умение, мастерство, то обязательно на этой волне кто-нибудь, хотя бы один будет. Кому это нужно, кому надо. Очень надо. Он не посмотрит ни на отсутствие рам, ни на то, что это написано на какой-нибудь картонке. Если это живопись, кто-нибудь захлебнется от восторга. Один коллекционер мне сказал так, что я не могу это не купить. Он задыхается от того, что он видит. Как это написано. Как написано. Вот это важно. Не что там, что там, куда там, идеи. Как это сделано. Ну, удачи. Да, и не забывайте, сейчас идет скидка на все мои онлайн-уроки. Минус 20%. Заходите, ссылка в описании к каждому видео. Ну и следующий вопрос. Андрей Матвиенко. Вячеслав, один известный современный художник, честно признался, что одним из основных движителей в живописи, в частности, является амбициозность. Желание сделать что-то удивительное. Показать не только себе, но и другим, что ты впереди их. Скажите, вы так же думаете? Спасибо, Андрей, за вопрос, друзья. Спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, если он вам интересен. Простая аналогия приходит на ум Андрей. Цветет, я не знаю, лотос. Я видел в Индии лотосы. Совершенно удивительное существо, растение. Красота невероятная. Кстати, интересная штука. У них так устроены листья, лепестки лотоса. На них попадает вода, грязная вода. Но она не задерживается. Она скатывается. И он всегда чист остается. Даже если грязная вода на него падает. Не случайно в индийских традициях лотос – это символ того, что что бы в тебя не приходило, это абсолютно не важно. Важно, что из тебя выходит. Какой ты остаешься. Чистый или на себя все это налипает на тебя всякая шалупонь. Так вот, растет какой-нибудь красивый цветок. Какая у него цель? Кого-то удивить, доказать. Он просто пахнет, он излучает аромат, потому что он не может иначе. Он так устроен. Корова подойдет к нему. Или девушка понюхать аромат. Ему все равно. Он излучает. Он как солнце. Оно не может не светить. Сто раз говорил эту фразу, но она к месту коровина. Пишите, даже если у вас нет денег. Потому что то счастье, которое вы испытываете, когда вы пишете, не сравнится ни с какими деньгами. Значит, счастье, восторг, когда ты пишешь, больше, чем желание доказать или кого-то удивить. То есть, первое, я хочу особо это подчеркнуть. Счастье находиться в этом, когда ты работаешь. Делая что-то. Ты пребываешь в состоянии удивления, радости, восторга. Оно больше потом. Все остальное потом. Удивить других – это потом. Сначала счастье. Удивятся они, не удивятся, ты не знаешь. Тебе достаточно, что ты удивился. Ты прикасаешься к особому миру, когда пишешь, когда работаешь. Ты и есть он в этот момент. Нет разделения. Это самое главное. Я убежден в этом. Для чего вообще существует искусство, любой жанр. Пребывать в этом удивительном нечто, которое источник твоей радости, которое и творит, и через тебя, через вот этот инструмент, заканчивается все это вот на острие пальчиками, которые кисточку держат. Все это вместе, нечто большее за твоей спиной, через тебя, что-то делает такое удивительное, что и ты сам удивляешься. И это нечто, все удивлено тому, что ты удивляешься. И все кругом. Амбиции, желания что-то сделать. Ох, какой я крутой, какой я румяный, румяней всех. Это хорошо. Но это какие-то цветы у обочины. Ты идешь куда-то, я не знаю, к вершине, а тут по бокам цветы растут на обочине. Ты увлекся их ароматами и забыл, куда тебе вообще идти. Поэтому амбиции опасны. Они могут тебя увезти с этой дороги, которая ведет к вершине. А вершина – это и есть ты. Ты настоящий. Быть настоящим – самое главное. Нам хочется, чтобы в Чистополь причалили корабли большие. Не 70 в год, как это официальная версия, может быть, меньше. Но чтобы 200, 300, да, 270. Чтобы, значит, в музеях толпы туристов были. Чтобы по улицам ходили вот еще большие толпы. Еще большие толпы тех, кто хочет увидеть в этой Чистополь изменения в городе. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!